Хотел, во-первых, сказать спасибо, что согласились пообедать, потому что, ну, субботнее время дело такое, да, что я все это понимаю, вот, я знаю, что команда в Дубае прекрасно вообще развивается, многие из вас, мне кажется, уже звезды настоящие, да, сто процентов, вот, хотел поговорить вообще о рынке, вопросы позадавать, ладно, давайте там, кто готов ответить, вот мифы немножко развеете, ладно, первый миф, что россияне плохо в последнее время стали покупать. Александру на вопрос задам. Я бы так не стал бы утверждать, потому что мы видим, что спрос со стороны россиян, он стабилен, вот, сейчас еще курс этому способствует, что курс стабилизировался, укрепился рубль, и мы видим, что россияне заходят, причем с хорошим чеком. Ну, у вас, я знаю, там сделки рекордные были, да, недавно там? Да, у нас вообще все хорошо, мы не жалуемся, сентябрь был рекордным, да, октябрь стабильным, вот. Сейчас оживление есть какое-то? Сейчас мы видим, что в Дубае стало больше людей, видите, погода прекрасная, люди возвращаются, прилетают из России, из Европы, на зиму, это традиционно, здесь очень много россиян уже купили недвижимость, и они просто приезжают к себе. Так, спасибо большое. Так, рекорд, у кого есть другие точки зрения? Если в прошлом году мы видели поток россиян, которые просто покупали неразборчиво, да, то сегодня они осознанно подходят, да, это уже другой эшелон, скажем так, да, другие чеки, где люди считают свои деньги, они просчитывают ROI, инвестиционную привлекательность, то есть они не пальцем в небо сегодня покупают недвижимость Дубая. И вторая категория россиян, которую я бы выделил, это те, кто покупают и живут в других странах мира, то есть это русскоязычное население, это могут быть не только россияне, но в большинстве своем, да, и как раз-таки те, кто живут в Америке, в Европе, там, в Азии, вот они тоже очень быстро и интересно заходят сюда с хорошими чеками. Как обстановка идет непосредственно, аж не только там с России покупают, да, я думаю, там из Казахстана, из Украины, из других стран, бывшего СНГ, как вот там вот, или это только с России такая динамика была все эти годы? Нет, был всплеск после определенных событий, но покупают активно и украинцы, и казахи тоже самое. У нас очень много сейчас в последнее время сделок, допустим, тех людей, русскоязычного населения, так скажем, которое живет за границей. То есть со всего мира, да? А у меня вот Данису вопрос, у вас же одно время там была проблема, что сделки проходили только, получается, с русскоязычными, да? Но я знаю, Данису, у вас стратегия поменялась? Да, мы примерно в конце зимы, в начале весны поменяли стратегию, мы перевели все коммуникации в компании на английский язык. Вы сами помните, какой у меня уровень был, сейчас уже совсем другой, потому что мне каждый день просто приходится говорить на нем, и это самое лучшее обучение. И у нас сейчас порядка 40% брокеров нерусскоязычных. Даже так? Да, арабы. Кстати, сколько всего брокеров, я уверен, всем интересно. Около 120, 118, что-то около этого. И вот из них где-то 45, это примерно нерусскоязычные, они говорят по-русски вообще. И приехали из разных стран. Но пока я так понимаю, раз вы это относительно недавно начали, там процент сделок еще все-таки преобладает с русскоязычными? Вот если мы говорим клиенты из России, потому что мы в основном, там везде говорится о том, что россияне стали из-за курса рубля покупать, да, меньше. То у нас в сентябре 65%, 55% из России, 45% не из России, в октябре у нас 62 на 38, 38 не из России. Если брать, конечно, чистых, там, ну вообще нерусскоязычных, то это, наверное, процентов 15 сейчас сделаем. Но у нас каждый месяц, у нас в этом месяце уже достаточно много англоговорящих, нерусскоговорящих брокеров закрыли уже сделки. И это, наверное, первый месяц самый такой большой всплеск вот именно этой активности. То есть мы какое-то время там накапливали эту энергию, людей обучали, развивали, пробовали в маркете у себя. И вот сейчас начали получать какой-то результат. Слушай, Даня, очень круто. А у меня вот Мария вопрос. Мария, я вот насколько знаю, говоря, что ты там в Рассахальме, правильно, да? Рассельхайм, да? Сделок делаешь. Расскажи вот внутри, как вообще вот. Клиенты всегда только Дубай выбирают или там Абу-Даби, Шарджи, или вот Рассельхайм, ты говоришь, или Фуджейра. Как вообще? И как ты так стала на другом регионе специализироваться? Ну, на самом деле, клиенты, которые хорошо разбираются в рынке Арабских Эмиратов, они знают, что сейчас самое время инвестировать в Рассельхайму. То есть в Дубай лучше не инвестировать? Почему я вишню? Почему? Я вишню, я за свою болею, да? То есть Рассельхайма, во-первых, это такой очень комфортный для жизни Эмират. Там погода более мягкая, нет такой жары, там очень чистая вода. Там есть даже черепашки по пляжу ползают. Сейчас клиенты, очень многие русские, они ориентируются именно на Рассельхайму. Они берут себе дома для себя, для отдыха. Но и в том числе для инвестиций. Вы, наверное, слышали, что в 20-м году там будет построена игровая зона с казино Вин. Это известная мировая цепочка. Есть она в Лас-Вегасе, есть в Макао. И прогноз роста стоимости недвижимости там в два раза. Слушай, знаешь, если судить по Сочи, после строительства казино, там цены в 5 раз увеличиваются. Так что... Ожидаем. Все уже известные мировые бренды зашли на Восфер-Падмарджан. Вы, наверное, слышали Нобу, адрес Эмар зашел, зашли Хаят и много известных... Начали уже строить, да? Цены как там? Цены, самое дешевое, это можно взять студию от 1,3 миллиона декабря. Слушай, ну ладно. А тяжело, нет? Ты же как риелтор часто ездишь, получается? А, да. Сколько, если не секрет, в год там наматываешь? В год? Ну, в год я не знаю. Ну, в месяц примерно. Хорошо, давай по-другому. Сколько заправляешься раз в неделю? Ну, у нас же есть как бы для клиентов автомобиль класса люкс, поэтому мы ездим с нашим водителем. Какой, кстати, у нас здесь клиент? В-класс. В-класс, Mercedes-V-класс. Мы, кстати, арендовали до этого и вчера подписали по купли-продаже, вчера купили машину. В-класс, да? Сейчас бы не вторую, наверное, сразу. Круто, круто, все. Так что мы с большим комфортно будем у наших клиентов. Да, да, здесь нужно и ответить, да? Так, ладно, слушай, ладно, молодец, спасибо, понял. Так, Наталья там пару вопросов тоже хотела задать. Вот. Наталья, как вообще рынок с позиции выгодно ли сейчас покупать? Потому что я знаю, что многие говорят, что возврат инвестиций, он уже другой, потому что цены подросли, а аренда, она уже, ну, не такая выгодная. Или это не так все-таки? Цены подросли. Есть еще зазор. Буфер такой для роста, на самом деле. Потому что до пандемии, который был в цене, до ковида и сейчас, у нас еще есть буфер. На ближайшие, как минимум три года, по прогнозам, мы еще будем идти в рост. Учитывая то, что у нас не хватает, на самом деле, жилья, потому что строится в год 59 тысяч квартир, 24 тысячи вилл, а спроса больше, чем в рестроительстве, поэтому у нас 40. Спрос превышает. Ну, сколько сейчас вот реальная доходность, вот давай так, прямо скажем, купим сейчас вот в этом, Blue Waters, да? Вчера у нас как раз была компания «Крульт и Холм», она привела статистику, 6-7 в валюте – это долгосрочная аренда, 8-9 – это долгосрочная аренда. Ну, то есть это в доллары. Да, но это в текущем ценах, понимаете? Тут проблема-то в чем? Созмеряется, вот ты сегодня купил, а цена, а вот если, допустим, я вот год назад арендовал за 180, сейчас уже такие же апарты стоят 210-220 в аренду. Это значит, что это уже почти там 20-20 процентов, 15-20 процентов уже выросло. И это значит, к той доходности еще надо прибавить 20 процентов. Хорошо. Мне больше нравятся, знаете, статистические данные, что самое большое количество туристов было именно вот до пандемии. Потом пошел спар, и сейчас, когда наращивается, в прошлом году, в 2022 году, 14-4 миллиона туристов посетили Дубай. Из этой суммы, из этого количества, 100 тысяч сделок было проведено на рынке Дубая, и 97 тысяч было выдано в ДНЖ. Сейчас они подходят уже к цифре 14,6, и скорее всего, в конце года она будет порядка 16-17 миллионов. Соответственно, сделок на рынке недвижимости будет больше. А в следующем году они планируют 20 миллионов в 300. Круто. Наталья, спасибо. Наталья, она, получается, приводит конверсию. Туристический поток, да, ДНЖ и в покупке, да. Это называется, как риелторы умеют увиливать от ответа на вопрос. В итоге конверсии перешли от рентабельности. Нет, у нас еще есть полная способность, да, если... Нет, все, хорошо. Слушайте, я еще хотел Эмина поспрашивать. Эмина, я знаю, что после форума в Сочи ты у нас стал знаменитым на всю сеть, и это справедливо. Вот, поэтому, ну, реально, потому что такие результаты показать, да, это круто. Скажи, пожалуйста, вот, ну, то, что сейчас все уже многие знают в сети, да, как-то поменяло отношение к работе, не знаю, как вот, это же, ну, большое признание. Нет, отношение к работе не поменяло, да, просто как бы заявок увеличилось. У нас как бы уже люди как бы... Самое главное, скажи. Да, это самое главное, да. Они как бы сами же обращаются, все напрямую, как бы, и бывали даже такое, что, типа, просим, чтобы именно лично я... То есть, когда... А, ты кому-то хотел передать, говорят, нет лично. Да, они говорят, да, что лично надо заняться, ну, как бы, я не могу отказать. Если просят заняться лично, то мы займемся, понимаешь? Все. Так, это ты, наверное, так своей команде говоришь. Нет. Нет? Слушайте, ну, я, знаете, сейчас так... Мы, на самом деле, уже тут общаемся, часик, наверное, даже больше. Такая прекрасная атмосфера, да, поэтому пусть кто посмотрит, убедится в этом, реально хорошо. Я сразу скажу, не буду агитировать, сюда переезжать. У меня есть свои точки зрения на этот счет. Каждый должен принять это решение самому. Переезжать или не переезжать. А я вам скажу, что за этот год ко мне вот сейчас вернулось несколько клиентов. В их числе есть долларовые миллионеры, и они делают выбор в сторону Дубая. Если год назад они говорили, нет, мы хотим Европу рассмотреть, то сейчас они приезжают и говорят, нет, вот мы передумали вообще с семьей, будем жить здесь. Ну, я хотел, во-первых, всех поблагодарить за великолепную работу, если честно, потому что, насколько я знаю, за короткий период многое реально сделали, да. Вот, это, мне кажется, причем костяк он такой стабильный. Это все почти ребята, которые с начала, с первого дня все эти ребята. Поэтому я знаю, что вы в новый большой офис переезжаете в декабре. Буквально недели три, наверное. Да, 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 вот. Надеюсь, может быть, получится даже там посмотреть, да, поможет вдруг, не знаю, еще не уверен. Вот поэтому продолжайте в том же духе. Я думаю, этот потенциал большой, на сегодня это очевидно. Вот, а то, что сервис качества у нас, по-моему, со всеми клиентами все нормально, нет, ни с одним там проблем нету, да, все вопросы. Ну, если бывает, мы в рабочем порядке решаем. Да, в рабочем порядке все, опыт уже большой, провели уже, сколько, кстати, сделок, я даже не знаю. 450, наверное, это приблизительно. Уже под 500, да, уже идет, ну, то есть все, уже все знаем про рынок Дубая, если честно, все объективно. По сумме уже к миллиарду дирхам приближаемся. К миллиарду дирхам, да, то есть это, для понимания, там 25 миллиардов рублей примерно, грубо. Ну, мы от всей сети там уже где-то там процент 3, наверное, занимаем от всех продаж. Там тоже уже опередили. Ну, я думаю, нет, в Москву не опередили. Слушайте, по сети вы пока, ну, в десятке где-то. Да, в десятке примерно, по выручке. Да, примерно, вот, поэтому вам большое спасибо, давайте продолжим, у нас уже неформальную часть.